Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире телеканала Видное ТВ, программа «Все грани меча». Начались матчи 1-4 финала Лиги Чемпионов. Замечательный тур, 23-й тур Чемпионата России. И какая интересная развязка нас ждет уже совсем скоро, когда мы будем смотреть последние туры Чемпионата России, ну и, естественно, Лиги Европы, Лиги Европы, перед тем, как наши футболисты уйдут в отпуск на заслуженный отдых. Обо всем об этом в ближайшие 45 минут вместе с вами, а также Сергеем Буслаевым, Евгением Ворониным и Ильей Розенблат. Добрый вечер, друзья! Добрый вечер! Ну что ж, мы дождались, как мы говорили в одной из передач, самое вкусное, это то, что Лига Чемпионов подходит к своему логическому завершению. И если мне память не изменяет, по-моему, в Мадриде будет финальный матч Лиги Чемпионов. Но прежде чем выйти на поле Сантьяго Бернабео, командам 8 команд осталось для того, чтобы сыграть в финальном матче. Давайте посмотрим результаты этих матчей, чтобы понимать, кто претендует на выход в следующий раунд. Итак, Аякс, вот тут техническая ошибка, к сожалению, произошла. Конечно, он сыграл с Ювентусом 1-1, Манчестер Юнайтед Барселона 0-1, Ливерпуль, это уже настоящий Ливерпуль, сыграл с Порту 2-0, ну и Тоттенхэм у себя на поле переиграл Манчестер Сити. И как вы помните, на прошлой передаче говорили, что ни Тоттенхэм, ни Манчестер Сити не владели Лигой Чемпионовским кубком. И поговорим также об этих перспективах. Смотрите, Сергей, Аякс, Ювентус. Все-таки не Ливерпуль. Помнишь, на позапрошлой передаче ты говорил, кто за кого и кто будет в финале? Я сказал, что я за Аякс буду. Меня Илья поддержал. Мне нравится команда, мне понравилось, как они сыграли. Несмотря на то, что в своем поле они сыграли 1-1 с Ювентусом, но Ювентус это Ювентус. Но, по крайней мере, игра очень смотрелась. Я вот с удовольствием сегодня буду ждать повторной встречи. Буду, конечно, болеть за них. Надеюсь, Аякс пройдет дальше. Оправдает мои надежды. Ювентус. Были времена, когда это был великий клуб. Завоевывал все мыслимые и немыслимые трофеи. Сейчас он в Италии беспрекословный лидер. Там уже, если мне память не изменяет, порядка 20 очков разницы. Он уже чемпион. Если мне память опять-таки не изменяет, одну очку осталось набрать для того, чтобы стать чемпионом. И в предыдущем туре они проиграли. Мы могли даже стать чемпионом, насколько я понимаю, в этом туре. В этом туре. Ну, вот он говорит. Но они играли на выезде, давайте не будем забывать. И, как мне лично кажется, что они решили оставить на закуску. Растянуть. Растянуть, что называется, домашний матч. Домашний матч оформить чемпионство. Илья, Ювентус готов. Мы помним, он выходил в финал недавно, где-то оступался в полуфиналах. Сейчас Ювентус по подбору, по энергетике, по каким-то еще сложившимся факторам. Готов играть в Лигу чемпионов? Да, но там есть еще один самый важный фактор. Там есть Криштиан Роналду. Пожалуй, лучший игрок мира. Ювентус и все, чтобы заевать кубок в этом году. Мне кажется, это вообще-то главный фаворит. Хотя я, как и Сергей, мое сердце принадлежит Аяксу в этой восьмерке однозначно. Жень, итальянский футбол тебе не очень нравится, потому что там он своеобразен. Как можно было уговорить Криштиану Роналду перейти в итальянский футбол? Это абсолютно, как мне кажется, антагонисты. Ты знаешь, деньги решают все. Нет, как раз нет. На самом деле Ювентус ставит в последнее время большие цели. Я думаю, что Криштиан пришел еще за одним трофеем. Я думаю, что в этом году процентов на 90 я бы даже поставил, что Ювентус. Нет, нет. Есть красивая версия. Ну, скажи, ты, Попробитер. Потому что Криштиан Роналду начал в английском чемпионате, продолжил в испанском. И хотел собрать как бы три самых ведущих чемпионата. Закончить в России. Три разных, естественно. Я понял. Интервью, кто читал Роналду, я несколько раз читал его интервью. И несколько интервью даже. Он говорил, что закончить как раз он хочет в английском чемпионате, в Манчестере. Закончить карьеру. Это раз. Второе, почему он перешел. Он потерял, Женя, он не выиграл в деньгах. Он хотел просто сменить. Потому что с Реалом он практически выиграл все. Не практически, а все. Выиграть я имел в виду, что не сам Роналду, а клуб. Нет. Он сам сказал, что он специально хотел перейти в Ювентус, чтобы как-то проверить себя в новом чемпионате. Встряска такая. Да. Сменить, как говорят, картинку. Понимаешь? Посмотреть, что такое итальянский футбол. Он никогда там не играл. Вот что такое сменить картинку. Мы это еще обсудим, когда будем обсуждать другого футболиста. Мне кажется, тоже возможно. Ему надо было бы свое время сменить картинку. Честно говоря, я не знаю, насколько Ювентус морально готов выиграть Лигу чемпионов. Вот мне кажется, какой-то вот мелочи, какой-то вот, не знаю, молекулы не хватает у футболистов для того, чтобы победить в Лиге чемпионов. Да, в Италии они беспрекословные, но Лига чемпионов это другой турнир. Может быть, это кажется, потому что Ювентус, ну так можно сказать, относительно новая команда в этом году. А как правило, такие ново сформированные команды и большие турниры не выигрывают. Может быть, с этим связаны твои опасения? Может быть. Кстати говоря, Реал мы могли назвать, ну, минимум, там, не знаю, 6-7 игроков стартового состава. Там, Баварию, ну, в свое время, Барселону, уж я вообще молчу, да, в свое время мы всех один из всех футболистов могли назвать. Если мы сейчас вспомним про Ювентус, кого мы еще могли бы вспомнить, кроме Роналда? Ну, так, в составе. Одного из лучших защитников Киеллини, конечно же. Так. Манджукич, великолепный столбовой нападающий. Вот эти три фамилии. Пожалуй. Одиннадцать не назовешь. Представляете, да? А это команда, которая претендует на Лигу Чемпионов. Скажи, пожалуйста, а кто мог назвать, допустим, состав ЦСКА, когда тот играл с Реалом? Ну, я тоже сам. Ну, ты мог назвать, а кто-то в Реале. Вот этот Козырь, да. Так, лучший защитник на Бабкин. Да, да. Это ты знаешь. А вот в Европе кто-нибудь знал? Никто не знал. А мы их вот так вот. А Кинфеев. Хорошо, договорились. Идем дальше. Да, сегодня, те, кто смотрит нас в прямом эфире, сегодня мы смотрим матч Аякс-Ювентус. Аякс действительно молодая команда, которая, ну вообще, голландский чемпионат и голландская школа подготовки своих футболистов, она абсолютно отличается, наверное, от других команд, от других стран. И действительно было бы интересно посмотреть, учитывая, что Аякс в последний раз выходил в полуфинал Лиги чемпионов. Ну, в тот год, когда они выиграли саму Лигу чемпионов. А это, если бы так было лет сколько? В 96-м, по-моему, они выиграли, а в 97-м они дошли до 14. Ну вот, между 20-ю и 25-ю очками. Манчестер, Юнайтед, Барселона. Сергей, ты был на Камп Ноу. Да. Ты знаешь, что такое испанская Барселона, ты знаешь, что такое Камп Ноу. Это поможет Барселоне Манчестер, что называется, уже перед стартовым свиском, вот этой атмосферой подавить Манчестер? Или Манчестер настолько клуб, у которого тоже не самый, что называется, слабая поддержка стадиона. Ты прав, и там, и там, потому что, ну, действительно, я тоже был, кстати, на Лиге чемпионов, когда они играли с этим, с Леоном, с французским. И ты прав в том, что, действительно, Камп Ноу, да, это котел такой, да, вот, ты же был там. Естественно, Барселона всегда там играет. Ну, в принципе, Барселона и Манчестер, они такие великие клубы, да, вот, можно сказать. По своей истории. Да, по истории и по опыту, да, можно сказать так даже, что им все равно, мне кажется, что на выезде играть, что дома. Ну, хотя, Барселона это считается, как мекко, мекко ее. Барселонская. Что необходимо Манчестеру для того, чтобы обыграть Барселону? Ну, помимо, понятно, там, желания, удачи, везения. А что еще, кроме этого больше ничего в футболе нет. Кто предоставит, споставит. Сульшер, Сульскьяер. Ну, посмотрим, что они сделают. Я ставлю это здесь, в этой паре, как раз на Барселону. На Барселону. Да, хотя тоже в Англии переживаю за Манчестер. Поэтому играют две команды, которые и в Испании, и в Англии. В Испании за Барселону, а в Италии он за Ювент. Я вот эти команды, за которые я вообще никогда не переживаю. Ну, так, вы симпатизируете, я симпатизирую, там уже Ювентусу. Мы болеем всегда, ты с СССР, я с Динамо, а симпатии могут быть давно. Лиг чемпионов, допустим, вот я сейчас Аякс, Тоттенхэм, там Илья тоже, да, Аякс, ты говорил еще какая-то команда. Манчестер-Сити, да, еще. Видишь, у нас есть симпатии какие-то, все равно. Ну, это не можете радовать. Мне кажется, Барселона сейчас, по крайней мере, выиграет посильнее. Посильнее немножко, да, значительно. Но она будет в сильнейшем составе, там никто, там ничего. Да, это они с Уэско, кстати, опять же выставили второй состав. Пришлось упускать, выпускать по-моему. Манчестер-Юнайтед, это тоже будет некоторым фактором в пользу Барселоны, который так значительно сильнее. Так что, ну, мы же помним матч с Парис-Сен-Жерменом, Манчестер-Юнайтед, когда тоже все говорили, что тут-то все понятно. Так что, а в Барселоне редко, но все-таки бывают матчи, когда вдруг она из Барселоны в Уэску превращается. В Барселоне есть матч с ПСЖ, ты сказал, Барселона тоже играла с ПСЖ. Ну, это было в прошлом сезоне. Да, в прошлом сезоне, когда отыграли. Ну, там три пенальти дал судья тоже, извините, там... Всякое бывает. В общем, шансы есть, но они, конечно, близятся к математическому. Три пенальти действительно бывает редко. Кстати говоря, я сейчас вспоминаю, помню ли я вот на своем веку, кроме этого мальчика, еще назначался три пенальти. Я помню, на кубок играли. Это когда 9-1 было? 9-3. А, 9-3 было, да. Он удалил вратаря, удалил вратаря вначале. Во-первых, да, там Кобелев привез полурезервный состав, удаляют вратаря вначале. Судья назначает три пенальти, и Динамо летит. Олег вечером звонит, откуда-то неизвестно, в какой-то деревне, и говорит, а как сыграла Динамо? Я говорю, а мне стыдно говорить. Да, действительно, окунулись в воспоминания. Ливерпуль-Порту. Вот Евгений может на меня немножко, так скажу, называется, обижаться, но я действительно хочу, чтобы Ливерпуль, по крайней мере, в чемпионате Англии, стал чемпионом. Мне кажется, пора ему возвращать Ливерпулю, возвращать вот эту вот былую славу, потому что Ливерпуль действительно это великий, большой английский топ. Политив Ливерпульский, и команду Ливерпульскую, которая играет по нехорошей, скажем так. Нет, ты не путай отдельно взятого игрока и отдельно взятую команду. Нет, нет, все-таки есть команда, и вы знаете, из-за чего я не люблю просто Ливерпуль. Да, вот из-за того, из-за того, 12 лет прошло, 14 лет прошло, а я помню. Почему, 12? В 2005-м завоевали, в 2005-м 14 лет прошло. Я все вспомню, как вчера было. Как вчера все было. Да, в 2005-м. Я это никогда им не забуду, поэтому хоть как бы, ну, все, для Ливерпуль, для меня команды вообще не существует. В Битлз существует команда. Ну, это как у Динамо, когда они проиграли в финале Кубка Кубков, я немножко с тем отойду, Глазго Рейнджерс. А у Глазго Рейнджерс цвета немножко похожа на Динамо, в принципе, ну, Бог велел в Шотландии болеть за Глазго Рейнджерс. Ну, так как в финале вот за 5 минут до конца выбежали зрители при счете 3-2, а Динамо с атаковали, не дали доиграть матч, и судья свистнул там, засчитал победу Глазго Рейнджерс. И с этого момента все Динамоцы все поголовно болели за Селтик. Как только приезжают, где-то матч какой-то, или Селтик приезжают, даже с нашими играют, Динамоцы все идут на Селтик, почему-то. Вот тоже, как у Жени, такая же ситуация. Ну, может быть, да. Допустим, у Олега в этом не видит ничего плохого. Ну, это футболист сыграл. Я вообще не помню, что сделал тебе Ливерпуль, я не помню. Ливерпуль, 88 минута, когда он сыграл себе рукой, забил мяч. Мы должны взять были Сесе, он потом играл здесь у нас в России, не удалось с ним встретиться в потребительном помещении. Я, конечно, хотел бы сказать, что не только пожать ему эту руку. Понятно. Ну и откусить. Ну, естественно. Ну что ж, мне хочется надеяться, правда, я верю в Ливерпуль, мне нравится эта команда, по крайней мере то, как они сейчас играют. Это футбол, который я люблю. Вот что можно, например, сказать о Ливерпуле. И Тоттенхэм, Манчестер-Сити, я ждал от Манчестер-Сити чуть больше. Больше вы тоже согласен. А Тоттенхэм не ожидали. Хотя у него же не играл Кин, да? Ну, я понял, да. Основной игрок забивает кореец, вот этот забил гол, который... Он, кстати говоря, сейчас очень великолепен кореец. Да, он вручает их, здорово выручает, потому что составом сейчас напряженку у Тоттенхэма, и поэтому даже никто, даже обозреватель Гарри Кейн. Гарри Кейн, да. Вот, напряженка с составом, там вот с Кейном, еще там некоторые игроки получили травмы. Вот выручает сейчас действительно корейский игрок, я вот не помню эту фамилию. Ну, Сан Янг, пускай будет. Пускай будет именно так. Ну, что ж, действительно, вторник, среда, мы смотрим матчи, ответный матч Лиги Чемпионов, и уже точно будем знать, кто будет в полуфинал, и какие команды, как я уже говорил выше, сыграют в Мадриде на Сантьяго, Бернабел. Мы переходим к чемпионату России, 23-й тур. Не скажу, что был какой-то один матч, такой центральный, может быть, да, который мы все ждем, скорее всего, это нас ждет уже в следующем, 24-м туре, о котором мы поговорим чуть позже, но 23-й тур тоже принес свои сюрпризы, о которых расскажем в самое ближайшее время. Смотрим на результаты матчи 23-го тура. Итак, Ростов обыгрывает дома Спартак, Карпин, что называется, наложил запрет в трехочковой зоне Спартака. Зенит достаточно уверенно обыграл Анжи 5-0 у себя дома и стремится к своему чемпионству. Динамо-Краснодар, Краснодар на последних минутах отыгрывается в игре с московским Динамо, и, на мой взгляд, скорее всего, приобретает очки, а Динамо в этой игре, скорее всего, потеряли. Ахмат-Локомотив, на мой взгляд, самый неожиданный результат. 1-3, мало кому удается вот так раскатать Ахмат в Грозном, что, на мой взгляд, Локомотиву абсолютно удалось. Арсенал-Урал, на мой взгляд, хотел бы, наверное, попасть в шестерку команд, в первую шестерку, но вот они могут с Уралом поделили очки, и их надежды могут не оправдать себя. ЦСКА-Оренбург, по мнению болельщиков ЦСКА, один из самых скандальных матчей. Оренбург победил, очередная потеря очков ЦСКА в домашних матчах уже какая, я даже сбился со счету. Енисей-Уфа 0-0, и крылья Советов-Рубин, 1-0, крылья Советов. Сумасшедший гол, сумасшедший гол. А Рубин все ниже и ниже, убегает от зоны вылета. Да, мы предполагали, что Рубин так будет падать, и Олегу сказал. Рубину ничего не надо, раз, у него денег больше нет, это два. Зарплаты игроков нет. И зарплаты игроков, соответственно, не платят. Ну и то место, которое сейчас занимает Рубин, по-моему, девятый, им уже ничего в этом сезоне не надо. Одно слово про Рубин еще. Обиднее всего, что на таком прекрасном стадионе полупустой стадион. Смотришь картинку. Смотришь с Ростова, да, Ростов собирает полный стадион. Не нужны, вот тот же Анджи потом подойдем. Анджи полупустой, команда тонет, ну, мы за Анджи. Все, давайте поддержим, а они деньги получат. Ну, ходите хотя бы эти копейки какие-то в клуб пойдут, правильно? Приходите, зрители, поддержите. Даже если уже не собирается, ну, давай тогда хотя бы, ну, просто так запустите, ну, грубо говоря. Ну, да, да. Тяжело все-таки футбол, это зрелище, тяжело ходить на те команды, которые не играют в футбол. Ну, получается что, Илья, давай немножко отступим. Получается что, что у этих команд нету, ну, как тебе сказать, вот такого костяка, да, вот как у ЦСКА, у Динамо, там. Когда вот команда тонет, да, вот ЦСКА, я помню, в первую лигу тоже вылетал. Но у них был вот процент какой-то болельщиков, которые и в первой лиге поддерживали, и когда они были внизу поддерживали, понимаешь, ходили постоянно. Даже у Торпеды, которая уже 15 лет не играет, до сих пор, да, у них есть какой-то вышки, у них есть свой, там, 2-3 тысячи, которые постоянно приходят, они постоянно поддерживают клуб. Понимаешь, а здесь этого нет, то есть получается, либо футбол не нужен, я понимаю, что в Татарстане, допустим, там полно команд любых. Ну да, там и баскетбол, и хоккей, и северный спорт, да, а понятно, что людям как-то разорваться можно, ну, Уфа тоже возьмем, там, и хоккей. Ну, смотри, в футболе, допустим, ЦСКА же пошел навстречу хоккейным, да, хоккейным, вообще, болельщикам своим, да. Ну, не ЦСКА, во-первых, я договорил с РФС. Ну, нет, ЦСКА же вывез предложение, да, чтобы перенести матч, чтобы можно было успеть футбольным и болельщикам попасть на хоккейный матч. Я думаю, что, допустим, даже Казань не такой же большой город, как Москва, допустим, да, все-таки можно быстрее добраться из одной точки в другую точку. Посмотрите, Рубин в этом году, по-моему, не забил 4 или за 5 матчей ни одного мяча. Как найти мотивацию против стадиона, я, честно говоря, не понимаю. Есть мороженое? Ну, слушай, не, ну, все равно мы же приходили, допустим, Сергей ездил в первую лигу, да, в ФНЛ, и мы ездили. Там Динамо выдавало такие концерты, нам приятно смотреть. Нужно было ездить на это, да. Сколько забил панчика? 23. Слушай, нам и сколько раз вылетали, мы тоже ездили на матч, в первую лигу ездили. Я помню это, понимаешь? А потом, когда в 2005 году мне начинают говорить, это наша победа, я им всегда показывал фиг, это моя победа. Это я ходил болеть за ЦСКА, который в первую линию играл. Правильно, правильно, это вот тот болельщик, который поддерживает клуб в плохой, это и в радости, и в горе, как говорится. Все правильно. Ну, а что ж, а мы переходим к матчу. К сожалению, у нас нет сегодня болельщика. Вот где? Они в горе не поддерживают. Ну, так вот складывается. Да, не знаю, то ли правда, ему стыдно за свою команду. Ну, во-первых, два поражения подряд, но не будем забывать, что поражения от команд, которые находятся в первой шестерке. Я вот Олега поддержу, кстати, да, потому что сегодня я видел лично, мы с ним вместе обедали, у него был список где-то на восьми листах болельщиков Спартака, и он при мне всех обзванивал, ни один не пришел, ни один не согласился. Вот обидно, надо поддерживать свой клуб все-таки. Согласен. Мы же пришли, да? Да, итак, смотрим результат матча. Ростов-Спартак, счет зафиксирован 2-1. Много было факторов. Ну, домашнее поле, понятно. Карпин, понятно. Ростов неуступчивая команда, третья, ну и полный стадион, болельщики пришли на этот матч. Но, один маленький вопрос, они пришли на Ростов или они пришли на Спартак? На вывеску, естественно. Ну, Ростов не жалуется на то, что плохо ходят, Ростов хорошо заполняет стадион. Ну, еще когда у них Алимп был. Не, ну и Алимп даже ходили, они молодцы. То есть, стадиончик-то не очень там уютный был, но вот все равно. Сейчас построили, сейчас построили замечательно. И четвертый, ты забыл сказать, что в Ростове играло сколько игроков бывших спартаковцев. О, много. Которые тоже хотели доказать, действительно, что они хорошие игроки. Ну да. Ты имеешь в виду Еременко? Ну, почему нет. Еременко, Зуев, Поршевлюк, Макеев или кто там, нет? Писяков. Писяков. Макеев там полно, там половина состава, половина спартаков. Ну, еще слышал мнение по этой игре, что вообще известно, что Ростов самая грязная команда чемпионата. Ну, Гацкан. И говорят, что в этом матче, говорят, они сами себя превзошли. Нет, Калачок совсем не верил. Я соглашусь, действительно, игра была, ну, давайте скажем, ну, играли мужики. И Гацкану, да, уже не самый молодой, и он всегда, и сейчас он уже стал таким дядькой, который, ну, не пропустит тебя, что называется, на финти. Да, собрать, Жень, вспомни, игра ЦСКА Ростов, Динамо Ростов, там, какие же игры были? Да. Жесткие очень игры. И тот же Гацкан творил такое. Но, опять же, судья давал играть. А когда мы перейдем к матчу с ЦСКА, вот мы посмотрим, расскажем о судействе, которое там было. Давайте поговорим о Спартаке. Вот я не могу сказать, что Спартак потерял свою игру, что у него нет футболистов, что у него нет взаимоотношений, там, тренер-команда, что не выплачивается зарплата и все. В чем причина, что Спартак сейчас немножко пробуксовывает? Мне сегодня понравилось высказывание одного болельщика, я в интернете нашел, ну, такого какого-то известного болельщика, артиста какого-то, мне кажется. Он сказал, что, посмотрев игру Ростов-Спартак, он увидел, что Спартак постепенно превращается в Динамо. То есть, он не в том смысле, что там по игре, а в том смысле, нет, у Спартака было много моментов, кстати. Да, да, да. Матч хороший. Моментов было, может, больше, чем у Ростова. Абсолютно. Но Спартак не реализовывал эти моменты. У него, помню, на первой минуте стопроцентный момент. И потом пошли. То есть, и в конце, да, в концовке, посмотри, Спартак мог сравнять. Но, опять же, было страшно смотреть на Коннова, да? Когда вы показывали кадр. Да, да, да. Когда вот этот промах, последние минуты, и все, и матч проигран, и... Удар, еще удар. Нам уже страшно смотреть на табло. Да. Как говорят, Коннов, говорит, посидел. Не, ну, Зобнин. Вспомните же, Зобнин на 89-й, по-моему, минуте или какой. Да. Прямо из Вратарской, когда он выше товорот. Зачем? 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 Зачем ты сделал очки Спартака. У нас же, как бы, если мы не выиграем чемпионство, то мы должны обыграть Спартак. Понимаешь? И быть выше Спартака. Конечно, да, и быть выше «Спартака». А, нет, не два раза. Один раз ничья была, а сейчас, ну, победная ничья была, согласен, и поэтому здесь вот я как раз, наверное, все-таки... Ты живешь 90-ми, потому что я помню, как болельщики ЦСКА говорили, нам все равно, какое место мы займем, главное обыграть «Спартака». Посуди сам, вот это две команды, которые будь то на первом месте или на пятнадцатом, играют, от ножа, без разницы, на каком они месте. Правильно? Это говорит о том, что это действительно два, скажем так, ну, может быть, заклятых, да, вот, можно сказать, называть соперника. Ну, это, скажем так, во время матча. Потом, конечно, с тем, кто болеет за «Спартака», мы, конечно, общаемся. Поздравляем их, да, поздравляем их с сыгрышами. Мы поздравляем обязательно, как и сегодня всех болельщиков «Спартака». Ты распугался их, наверное. Наверное, да. Сергей, ты сказал про Еременко. Да. Попов. Попов, опять-таки, мы можем вспомнить, конечно, да, и тот же Песяков. Но они уже шли с красными. Ну, они сейчас и строят игру, как-то сказать, игра основообразующая, да, Ростова, да, вот являются именно эти игроки, которые пришли, мне кажется. У них же еще «Жано», да? Нет, «Жано» в «Крыль». ушел, да, в «Спартаке». И «Самеда». Все равно, да, «Самеда», средняя линия, вся вот практически «Спартаковская» получается, защита, ворота. Да нет, ну, что, действительно, Карпин создал хороший клетив, что-то говорить, боевой. Боевой. А скажи, Еременко пригодился бы сейчас ЦСКА? Мы говорим, «Спартаку» он не пригодился, а ЦСКА бы он сейчас пригодился? Это сложный вопрос. Вписался? Учитывая, что нет сейчас Дзагоева. Ну, на Дзагоева у нас есть, допустим, Своя Ахметов, да, и Сигурсом может там сыграть. Я думаю, что даже Дзагоев нам сейчас, в принципе, как игрок не нужен. А он на позиции Дзагоева. Я думаю, что Еременко однозначно такой игрок, безусловно, сильно один из лучших полузащитников Российского чемпионата пригодился бы, но по каким-то таким соображениям нефутбольным он в ЦСКА играть не может. Ну, это понятно. Нет, нет, я думаю, что он не тот Еременко, все равно, как его было раньше. Не знаю, не нравится вообще. Не, он выполняет какие-то свои функции? Я помню, он пас вырезал где-то там на 82-й минуте, вырезал шведой пас, диагональ, дальнюю бровку. Кстати, мой любимый игрок был, когда он играл в ЦСКА. да, он умел выдавать такие пасы, что... С культурой пас, у него классный был. И даже в этом матче ты заметил, что он действительно очень красивые передачи выдавал, и видно, что действительно техничный игрок. Любому клубу, мне кажется, пригодился. Можно ли Ростову этот сезон занести в положительный актив, учитывая, что он играет в полуфинале Кубка России, и сейчас на шестом месте в чемпионате. Он в кубке играет, он в чемпионате борется за его кубке. мне кажется, зависит от того, какое место займет, и что выиграет Ростов. Если выиграет Ростов, кубок возьмет, значит, ты можешь считать действительно хорошим сезоном. он напрямую выходит в групповой турнир. Если он попадет в шестую, шестое место занимает, тоже играет в веру в кубке. Мне хотелось бы тоже посмотреть, чтобы Ростов играл с такой игрой, которую сейчас показывают, он не испортит картину в его. Я почему спросил, Ростов-то, если вы помните, недавно совсем серебряные медали завоевывал, а сейчас идет шестым, но в полуфинале Кубка. То есть, насколько эти два сезона можно сказать положительны именно этот сезон? А ты читал интервью Карпина, когда он сказал, что его в межсезонье, он не сказал, какой клуб, его приглашал один хороший клуб, я понял, так, московский какой-то. Ну, Тоттенхэм, скорее всего. Скорее всего, московский Тоттенхэм. Вот. И он отказался, ты понимаешь, он говорит, я, может быть, потерял, но я решил остаться в Ростове. То есть, закончить, ему люди, во-первых, доверились, это раз, а он, видно, человек-слова, я так понял. И плюс, команду он создает, понимаешь, вот он сейчас вот этих, того же Еременко с Поповым взял, да? Вот Попов мог оказаться в Динамо, потому что я читал, что именно Широков зарубил, Хохлов видел связку от Юсупова с Поповым в центре поля, но вот получилось, видишь, как, одного Юсупова только приобрели. Ну что ж, раз уж ты вспомнил про Динамо, про Юсупова, про Хохлова, о чем это может говорить, что мы переходим к матчу Динамо Украинского Краснодара. Динамо-Краснодара, и давайте посмотрим, сами наши телезрители вспомнят, как закончился этот матч. Динамо-Краснодар 1-1, Сереж, чуть-чуть не дотерпели, но с другой стороны было видно, что матч, если, ну, Динамо-Незабилев, да, идет либо к ничьей, либо когда вы забили, что, ну, Краснодар сейчас костьми, что называется, ляжет, но они зажмут Динамо и будут, не знаю, я тебе сегодня что сказал, говорю, вот когда Динамо забили, я подспудно почувствовал, что мы не дотерпели, остается 10 минут, вот сейчас, вот эти 10 минут, и посмотрел действительно на Динамо, да, то есть тут попросил замену Морозов, выходит Хольман, и я думал, Хольман займет его место, а тут наш тренер решил сыграть в 5 защитников. Безя. Да, он взял 3 центральных, и вот почему гол пропустили, они начали метаться, искать место, кто где должен расположиться, когда 80 минут отыграли вчетвером, и вратарь, и защитники уже знают, как чего, и тут вот эта паника, выпускают игрока и пропускают гол. Ну, не дотерпели, да, согласен, мне что понравилось, ты читал интервью все и тренера, значит, Краснодара, и Гротов, которые сказали, что они не понимают, почему Динамо на таком месте находится, в принципе, по игре, говорит. Потому что не забивали. Да, мы, говорит, сыграли, в принципе, меньше всех забили. Должен быть где, но вот... Вы пропустили мало, но и забили мало. Опять же, да, у нас получается, опять сейчас, 20-19, да, 20 забитых, 15 пропущенных, вот разница, плюс 1 игра, выбили этот год, выбили этот год, 2019. Код текущий выбили. Год 2019. Может, так и остаться? Действительно. Вот, Женя просто вспомнил на прошлой передаче, говорил, Ростов просто ляжет под Спарта. Один, кстати, сказал. Говорил. Признаешь? Признаю, признаю. Я исправляю ошибки свои, я беру свои слова назад и большое спасибо команде Ростову. Ты аплодируешь Карпену, я не Ростову. я аплодирую Ростову, как команде, а не тренеру. А теперь следующее, раз уж мы о Динамо говорим, ты говоришь, что самую лучшую игру Динамо покажет в ЦСКА. мы еще увидим это, конечно, обязательно. А с Креснодаром вы уже видели, что ли? Нет, Динамо действительно, мне единственный, скажем так, бальзам, после проигрыша в ЦСКА, отобрала очки. У Краснодара. ну и сама, скажем так, тоже завоевала. Про Краснодар еще можно, одно слово про Краснодар. В принципе, мне Краснодар понравился чем? Очень техничные игроки, да? Вот немножко по игре, вот я весь сезон, мы как мы говорили, да, вот этот год начался как-то не очень удачно для Краснодара, Там они не могли выиграть очень долго и вот в этом матче тоже чувствовалось это, понимаешь? Вот техничные игроки, а вот какой-то осмысленной игры, да, вот я даже удивился, что у Динамо, действительно, мне даже один вот товарищ, тоже к нам приезжает футболист бывший, он говорит, что ему нравится, какую игру построил Хохлоп. Он говорит, одна из команд, которая в премьер-лиге, играющая, а вот Краснодар, понимаешь, она вроде как в прошлом году была играющая, а в этом году что-то немножко потеряла какой-то нить, да? И вот есть какой-то, вот она прибавила в 10 минут последний, мы увидели это Краснодар, пяточки вот эти, забегания, Спартакси какой-то футбол, ну, тот Спартакси, не этот, раньше был который, вот, а до этого, понимаешь, как-то команда немножко, ну, не в цвет тарелки немножко себя чувствовала почему-то, не пойму почему, может того, что снег шел, а у них плюс 20 в Краснодаре. Это да. Кстати говоря, ты сказал о том, что Краснодар достаточно плохо стартовал, но из лидирующей группы хуже всех стартовал Локомотив. Если мы помним, первые там пять туров Локомотив в год. я тебе говорю, помнишь, с Нового года, продолжение чемпионата. Он не мог выиграть в Евроку. Не мог. Пять игр подряд, по-моему. А потом, та же традиция продолжилась и в российском чемпионате. Согласен. Потом он немножко стал набирать очки уже как-то потихоньку, но игры как таковой немножко потерял что-то. Вот. А Локомотив, Локомотив, после пяти туров был, по-моему, там на 13-12 местах. Да, мы даже списали. Мы даже говорили, уже списывали, да, ну, где, Локомотив, где Семин, где... Да, уже Семин не тот и так далее. И сейчас Локомотив находится на втором месте. Достаточно уверенно обыграл Ахмат. Давайте посмотрим результат этого матча. Я уже говорил о том, что мало встречал команд, которые именно вот так смогли в Грозном на Классе обыграли. Что там говорите? И мне игра понравилась, да? Если Локомотив побежал, Краснодар, тоже Динамо, все это были пенальти, 1-0. Ахмат, ну... Кстати, в этом году Ахмат себе изменил, он же проиграл Локомотиву дома, дома проиграл Спартаку, и, по-моему, армейцы тоже выиграли в Грозу. А у них удаление было, да, кажется, у Ахматов в этом матче? В этом матче нет. А, это Спартаком. Локомотив что, мчится на всех своих парах, мчится на Зенитом? Еще матчи есть, еще матчи есть, ЦСКА, подожди. Ты же смотрел. Давайте пообщаемся с нашим телезрителем, у нас есть звонок, узнаем, узнаем, о чем он нам сейчас расскажет. Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые знатоки, Константин, болельщик Локомотива. Да, Константин. Хотелось бы поддержать нашу добрую гвардию и обратиться к тому, что рад победе над Ахматом, над таким достаточно серьезным соперником. Все мы прекрасно знаем, как играть трудно на выезде с этим грозненским клубом, но, тем не менее, победа довольно закономерная, очень красивые голы, и Смолова, и Миранчуха, и рабочих у Парфана. Я думаю, что всеми мы силами, локомотивом движемся к возможным золотым медалям. Спасибо. Как говорится, вашими устами мед пить. Зенит, я уже все, я уже сказал, Зенит чемпион, не смейте мне возвращать. Спасибо, Константин, поздравляю болельщиков локомотива, команда сыграла очень классно, классно сыграла с Ахматом. Голы красивые, действительно, Костя правильно сказал, что Миранчука гол такой, извините, европейский, да, девяточка, там вратаря уже никак нет, и гол, кто там еще забил, Смолов забил, Фарфан забил. Переходим к матчу ЦСКА Оренбург. Спасибо Евгению, который пригласил меня на этот матч. ЦСКА вновь теряет очки в домашних матчах. Я не знаю, если бы хотя бы половину очков тех, которые ЦСКА потерял в домашних играх, вот подсобрать, ЦСКА был бы сейчас на первом месте. с унсайдером, конечно. Хотя Оренбург не аутсайдер. Уфа не аутсайдер, получается. Оренбург не аутсайдер? Нет. Евгений, вы не то, что соломка, вы целую капну подстелили сейчас. Перестали нефти. Ты хочешь сказать, что ЦСКА дома не должен обыгрывать ни Уфу, ни Оренбург, ни ИСей, ни Крылья Совета. Должен обыгрывать. Вы должны фаворитами выходить. Да, вот мы и выходили. Фаворитами забили такой первый мяч вообще пустяковый, скажем так, что сразу подумалось и мне, и многим болельщикам, и самим футболистам, что ну, сейчас-то мы сыграем свою игру. Сейчас, да, раскатали. Однако, молодцы, отдать должное футболистам Оренбурга, они действительно и тренеру, да, естественно, собрались и показали, что они действительно хорошая команда. Ну, и отдельное спасибо, это, конечно же, судье, который убил двух зайцев, удалив Марио Фернандеса. На всех повторах, если бы в ад, наверное, не были показаны желтые карточки, ни в одном, что во втором моменте. А тем самым он убил судья Санкт-Петербурга, я уже здесь могу сказать, потому что на пресс-конференции не могу. А счет какой был, извини, когда удалял? Когда удалял счет, был 2-1. В пользу. ЦСКА проигрывал. Проигрывал, да. Поэтому тут мы отыгрались. А не 2-2. мы потом уже забили. Это какой-то плач за нервичный. Ну да, я понял, что судья дал три пенальти, ворота ЦСКА проиграл только потому, что... Подождите, давайте признаем, что... Причина в чем? Не в суде, Жень. Честно скажи, причина в чем? Слушай, ну опять же, с 25-й минуты минуете играть на одного игрока меньше, это раз. Ну и что? В ЦСКА. Понятно, мы победим. Ну естественно, можно сказать, что может быть Гончаренко ошибся. Вы дома играете? В меньшинстве вы сравняли. Ну слушай, хорошо. Давайте добивайте, либо в ничью хотя бы. Хорошо. Хорошо, ты говоришь, Гончаренко опять. Вот сколько раз мы в этой студии говорили об ошибках тренерских как Гончаренко. Давай. Вот давай сейчас мы поищем не в ошибках судей, которые на мой взгляд... А я тебе хочу сказать, как это было дело, если ты не видел. Нарушение идет у площади ворот Оренбурга. Свисток назначает штрафном в нашу сторону. Подается мяч, точно такой же совершает фол игрок Оренбурга, судья разводит руки. И так было на протяжении. Нас посадили просто на свисток. Нам не давали играть в футбол, нам не давали в жесткий футбол, который играет. И поэтому Марио Фернандс мы сейчас можем посмотреть. Он играл... Если бы он так же кувыркался, как и Горько Оренбурга, не было показано желтой карточки. Да потому что Оренбург вышли мужики играть. Ерунда все это. Я смотрел... Да ерунда все это. Слушай, мужики играют, которые где надо попридерживают, где надо плечико посильнее подставят, где надо и упадут и крикнут. А кто циста... А здесь упадут и крикнут. Правильно, играет тоже мальчик. Это какой-то балет был, а не матч. Правильно, молодежь играет. Что ты хотел-то? А теперь Гончаренко умудрился в игре с мужиками выставить одного опорника. Никогда Гончаренко не играл. Ну, всегда мы играем с тремя центральными. Олег, всегда мы играем уже давно на протяжении этого сезона мы играем с тремя опорниками. Когда последний раз ЦСКА к 20-й минуте проигрывал 2-1? Давно не было, согласен. Ну, я говорю, что действительно здесь почему-то опорники не выполняли... Опорник, скорее всего, было это, я думаю, Обликов был. А не играл. Обликов и все. Он не исполнял. Ахметов не исполнял. А не было второго. Второй, когда мяч забивали, там должен... Теперь из-за того, что удалили. И в этом матче мы потерпели поражение. И сейчас с локомотивом мы не играли Подожди, Жень, а ты так не допускаешь, значит, гипотезу такой, смотри, Олег Прав сказал про Гончаренко. Смотри, Гончаренко знал до игры, что не будет играть его один из центральных игроков. Ахметов. Ахметов, да. У него была целая неделя что-то придумать, да? Согласен. Какой-то другой план, другую остановку игроков. То есть, ошибся все-таки тренер. Согласен. Я, может быть, вместо Абеля выпустил другого игрока. Конечно. Стал бы играть... Да, стал бы играть... Может быть, я выпустил Бистровича, допустим, на позицию бы, чтобы Обляков бы немножко поближе играл. Ну, может быть. Я не могу сказать. С одним нападающим... То, что Влашич не опорник, это... Это понятно. Это даже знает... Я не знаю... Вся студия телеканала Видное ТВ уже теперь точно знает... Даже женский коллектив, да? Да, что Влашич это не опорник. Не опорник. И тем не менее. И он оставлял Облякова одного, не успевал второй гол. Именно так и было забить, что он Влашич не успел накрыть. И до свидания. Ну, неправильно. Ну, и, конечно, спасибо нашему командиру. Но... Капитан. ЦСКА, на мой взгляд, проиграл по делу. Мое мнение. Давайте переходим к турнирной таблице, которая у нас образовалась после 23-го тура. Зенит с Локомотивом набирают очки. И, в общем-то, можно сказать, что Зенит пока не растерял своего преимущества. 6 очков это хороший, солидный. За 7 туров до конца. За 7 туров до конца. Краснодар, ЦСКА, Спартак, эти... Ну, Спартак, как мне кажется, после матча с Ростовом потерял шансы на чемпионство. ЦСКА будет бороться, как мне, опять-таки, видится, представляется за вторую, третью строчку. Скорее всего, тоже тяжело ему будет с Зенитом бороться за чемпионство. Обыграю все матчи. У нас матчи остались. Ростов-Оренбург-Арсенал тут только борьба за пятую строчку, которая точно позволит сыграть в Лиге Европы. И нижняя часть турнирной таблицы, как мы уже на протяжении полгода, наверное, говорим, Енисей в первой лиге, Анжи, Уфа скорее всего между собой будут разыгрывать прямой вылет, ну а остальные Динамо, Крылья, Уфа будут разыгрывать. А Аренбург-то где, в какой я что-то просмотрел части? В верхней? Восьмерки входит, да? Седьмой. Это мы уже считаем аутсайдером, да? А, мы считаем аутсайдером где-то? Нет, ты хочешь сравнить с тем. Ну, 12-й команда, три очка. Рубин тоже, Рубин ниже. Динамо будет седьмой. 32 у Аренбурга, седьмое место. Ну? Ну? И у Ахмата тридцать. Десятое место. Какая разница-то, да? Это же не аутсайдеры, которые, скажем так, Динамо. А я тебе больше скажу. 12-й Урал, 27 очки. Динамо-то, он аутсайдер, вот это аутсайдеры. Понятно. Кстати, о Рубине. Пять очков до переходных матчей. Есть много вариантов, чтобы Рубин набирал очки. Да. А Рубина, кстати, Рубина еще играет с Локомотивом, Рубина еще играет с Краснодаром, и Рубину еще играет со Спартаком. То есть, Олег, у Рубина в ближайшее время мотивация появится. Появится. Намного будет. Абсолютно, абсолютно точно. Ну и давайте посмотрим матчи 24-го тура, потому что это будет интереснейший тур, потому что здесь есть центральные матчи. Это, конечно же, Локомотив, ЦСКА и Краснодар-Зенит. Да. Можете себе представить, первые четыре команды сыграют между собой. Вот такая вот у нас. Ну, Спартак дома, скорее всего, отыграется на Енисеи по полной. Если этого не произойдет, я не пойму. Там кто тренер-то, у Енисеи. Я не пойму, кто... Динамо тоже надо обгонять крылья. У нас два очка разница. Динамо по-любому надо обгонять крылья, учитывая, что у крыльев еще играть, 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 играть с тремя командами из первой четверки. Ну, что ж, таким был 24-й, будет 24-й тур. Если Локомотив теряет очки, если ЦСКА теряет очки, если Зенит теряет очки, Краснодар теряет очки, можете себе представить, какой финал нас ждет к 30-му туру. Будем смотреть, будем переживать. Ну, а пока в следующий вторник встречаемся в 2020 на телеканале Видное ТВ. Всего доброго. До свидания. Болеем за своих. Пока. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!